скорбная весть пришла из чехии из праги об этом я узнал вчера но лишь только сегодня я поставил мою группу антитопор вконтакте некролог вы знаете хотелось много чего написать но пальцы отказывались писать и не хотелось в это верить поэтому написал всего лишь несколько строк на шестьдесят шестом году жизни скончалась известная правозащитница журналист большой друг народа арцаха народа армении да и вообще всех армян дана мазалова да да именно мазалова неправильно у нас обычно ее произносили фамилию мазалова и когда я был у нее в праге тогда я узнал что она мазалова я и сейчас не знаю что сказать но должен что то сказать дело в том что это был очень сильный человек это было очень сильная женщина а таких обычно как раз и говорят и коня на скаку остановит вот она из разряда этих как раз таки женщин дана мазалова мы были очень близко знакомы встречались с ней и последняя наша с ней встреча была в 2017 году когда я записал то самое известное интервью о событиях ход жалу которым потом воспользовались власти армении вот много мыслей я сел чтобы сказать узнать я до сих пор не верю и думаю а может быть это неправда может быть да нет думаю правда и это человек понятное дело человек очень одинокий и многое хотелось бы сказать но не потому что я не верю а потому что я не могу сказать вот некоторые тут когда я поставил некролог написали чтобы крепились ее родные и близкие но ведь мало кто знает что ее родные и близкие это мы с вами у нее практически никого не было да у нее есть родная сестра она живет где-то в глубинке в чехии но сама она была одинокая одинокая женщина и насколько она любила армянский народ ее деяния это показывали она была очень смелая я повторюсь родилась в городе святавы в том самом городе где где прошелся этот самый холокост еврейского народа я она знает что такое геноцид что такое холокост и когда азербайджанский мид хотел поставить монумент память о ходжалу святавах дана мазалова была одной из тех которая выступила очень откровенно очень смело и во многом ее заслуга что это монумент не был поставлен в святавах учитывая что армянская община чехии она небольшая дана мазалова можно сказать заменяла 50 армян а может и сотню то есть она могла делать одна то чем могли даже не справиться 50 человек ее голос был услышан еще хочу сказать такую вещь о котором никто наверное не знает но я сам видел своими глазами и мы с ней разговаривали на эту тему очень откровенно дело в том что когда в семнадцатом году я собирался в чехию записать то самое интервью мне пришлось искать какие-то средства чтобы добраться до чехии побыть там эти три четыре дня пока я буду с ней записывать ролик этот часовой а мы как раз так и записывали три дня то что вы видели за час это все было за три дня записано и вот я собирал средства ну откликнулись несколько человек армянская ассамблея молодежи москвы с давидом тона я нам корены испирян вот у меня даже эти фамилии есть армен погасян феликс милики анала решетняк вас пур макичан еще тут двое здесь могу сказать по фамилии на давид на цаканов айк епископа сян вот как бы все вот эти люди откликнулись кто сколько мог кто тысячи рублей то 2 кто 5 и и так вот я и добрался записал то самое известное интервью но дело не в этом о чем я так вот я видел и она об этом говорила я видел своими глазами завещание завещание данной мазаловой так как у нее никого нет самое ценное что у нее есть это ее квартира в центре праги особые такое особого шика естественно в квартире не было старая мебель в основном все стены были засланы книгами газетами журналами впрочем вот и все я обалдел когда услышал и увидел чего она хочет с этим всем сделать так вот свою квартиру в праге она завещала арцаху и как я понимаю я не знаю законы праги через сколько времени это все может перейти и знают ли вообще об этом в арцахе так вот деньги с проданной этой квартиры она завещала народу арцаха а там уже как на нужды власти арцаха уже потратит это все конечно о деньгах говорить сейчас это не самое лучшее время но тем не менее я просто поделился с вами о том о чем она просила никому не говорить до тех пор пока она жива мы еще с ней пошутили а вдруг я вперед уйду может быть вам все-таки обнародовать это дело она сказала нет все узнают уже после того как меня не будет вы знаете мне кажется она чувствовала потому что она очень часто говорила о смерти она много рассказывала о друзьях ушедших один из которых тот самый азербайджанский журналист который открыл правду о худжалинских событиях и был убит своими же земляками азербайджанцами видимо потому чтобы для того чтобы это правда не открылась но все тайное всегда становится явным вот впрочем то же чем я хотел с вами поделиться царствие небесное дани мазаловый мазаловый мы я надеялся что мы увидимся еще через годик но увы этому уже не случится мы все скорбим весь армянский народ оскорбит по такой утрате